Девушки отдыхают Кухня, а также на канал Кормящая Сестра. Буквально последние сводки с полей. Ну что ж, начнем мы с Лешки Картошки, как он сам себя, кстати, называет. Лешка Картошка обеспокоен и просит всех-всех-всех срочно ставить ему лайки. Ну, в принципе, кто бы сомневался, да, все как обычно, это у них семейное. Ему нужен актив, как он сказал. Да, он именно так и сказал. Мне, говорит, нужен актив. Так как Лешка Картошка считает, что его канал попал в теневой бан. И просмотры резко у него упали. Готовит он на пару с тетей Светой, как он ее называет, сырники. Самый прикол, зашел кто-то на кухню, ну, по голосу я так поняла, что вроде это был Даниил, и сказал, Леш, ты, мол, не делаешь, не выполняешь мамины дела, мамины поручения, иди давай сиди с малышкой. О, как, друзья мои, о чем и речь. Мама молодец, мама нарожала, мама где-то носится, ну, или снимает контент, а может быть, конечно, поехала встречать кормящую сестру, как знать, неизвестно. Ну, а Леша должен выполнять ее дела, ее обязанности. В общем, молодец, маманя, полностью молодец. Ну, а то, что касается того, что происходит на канале у Лешки Картошки, я думаю, что все очень просто. Да, действительно, просмотры его упали, что и следовало ожидать, да, из-за того, что перестали его смотреть. Понятное дело, изначально все, как только он открыл канал, ломанулись. И Лелины обожатели, и Лелины хейтеры бросились смотреть, что же там такого интересного на канале о Лехином, да, на канале Лелькиного сына. Ну, а потом люди наелись и не захотели больше смотреть то, что им, по сути, совсем неинтересно. Да и хейтить каналы, да, канал Лехи, канал кормящей сестры, походу, тоже неинтересно. Вот и все. Ведь, как известно, надо стараться ради своего контента. Быть, так скажем, просто сыном Лельки Поберухи, этого оказывается недостаточно, о чем мы с вами и говорили. Ну, а тем временем Лелька вышла в прямой эфир с последними новостями, да. Вернулась у нее Женечка, вернулась с Каратом из Москвы, как она сказала, по какой причине неизвестно, обещала об этом рассказать на канале Мать-Героиня. Когда я писала этот ролик, еще на канале Мать-Героиня ничего не вышло. Сейчас уже я знаю, что там есть последние новости. Ну, да ладно, об этом мы завтра поговорим. Радуется, радуется Карату и Лелька. Ой, Каратик, Каратик. И Даня радуется тоже. И Лелька говорит, да, Данил так любит Карата. Ну, да, мы, в принципе, видим, насколько вы вообще любите, так скажем, животных. Котов вы всех похерили, о чем сказала Лелька. Вчера еще, да, собак раздали, ну и так далее. В общем, Лелька открыла свой секрет ношения, так скажем, вот этих вот платков, почему она последние дни постоянно с платком на голове. Оказывается, она хочет избавиться от жирных волос и старается не так часто мыть голову. Да и плюс ей сейчас нельзя мочить голову какое-то время из-за бровей, дабы не намочить себе брови. Далее утро, сборы в школу, сборы детей. Лелька, как заботливая мать, предлагает детям сырники. Дети сами наливают себе чай, сами себя обслуживают, сами наливают себе какао. Даня говорит маме, что, мол, мам, сырники-то, говорит, холодные. На что Лелька вообще молодец? Нигде не теряется, да, нигде, так скажем, особо не будет там, знаете, стараться что-то делать. Ну, говорит, достать сковородку. Вот так и хотелось мне спросить, Лель, а ты вообще чего встала? Лежала бы себе спокойно. Вы знаете, здесь вот она мне напоминает Светку Колесникову. Они словно с ней молочные сестры. Светка тоже такая же бегает, носится, только сегодня ее обозревала с камерой наперевес по всему дому. Всех будет там, создает видимость, что она что-то делает. Ну, а завтрак, а завтракать они садятся тогда, когда отправят всех школьников в школу и сами садятся. Так вот, ладно. Не о Колесниковых речь. И вот я думаю, с какой целью встала Лелька? Неужели ей было так сложно разогреть сырники, да, приготовить детям горячие напитки? Блин, ну постарайся-то на это дело. У тебя уйдет всего-навсего каких-то 10-15 минут, чтобы каждому поставить чашечку, перед каждым поставить тарелочку для сырников и так далее. Это делает любая жена, это делает любая мама утром, провожая мужа и провожая своих детей. Нет, все скинула на 9-летнюю Сашу. А там, знаете, еще в комментариях Лелькина адепты вот эти недалекие написывают, Саша ходит в поисках чистой кружки, вот взяла бы, да и помыла. Во-первых, Саша стоит уже в куртке. С какой стати Саша должна вообще мыть чашки, если мать по какой-то причине будет своих детей, дабы они сели завтракать? Почему матери не накрыть на стол? Саша и так там выполняет слишком много обязанностей, так скажем, не по возрасту. Саша не просила, чтобы рожали 10 детей. Саша постоянно сидит с малышкой, Саша постоянно помогает матери, Саша убирает дом и так далее. Слушайте, мне интересно, то есть адепты Лелькины вообще такие молодцы, да? То, что Лелька нихрена не делает, они считают это нормальным. И пишут ей, Олечка, тебе нужно себя беречь, да? А то, что она все сбагрила, все свалила на плечи детей, они пишут, вот еще эта Саша 9-летняя тут ходит, чашку не в состоянии помыть. Ну, вообще интересные, да? Да. И Лелька тоже все ходит, бубнит, что дети у нее ничего не успевают и не успевают ей помогать. Разрешила она, кстати, попить детям парного молока. Ну, и мне еще понравился разговор о том, где же будут отмечать день рождения Даниила. Даниил хочет отмечать его в сауне, ну, вот с бассейном, там, где они на днях отдыхали с Сергеем Петровичем. Вот мне интересно. Знаете, ну, насколько я понимаю, что кроме семьи, конечно же, никаких друзей у Даниила не будет. В принципе, они отмечают всегда с семьей, да? И я не вижу особо, чтобы там были какие-то друзья, ну, или соседские какие-то дети. В общем, да ладно. Мне интересно, а Сергей Петрович тоже поедет отмечать день рождения Даниила, так скажем, как член семьи? Или он поедет туда отмечать, как приближенный к барыне человек? Но вот, думаю я, сдается мне, что Женю Б. точно на этот праздник жизни не позовут. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что это родной отец Даниила. Лёльке, в принципе, пофиг на сына, на его день рождения. Она будет хайповать, пилить контент. Поэтому я даже уверена на все 200%, что она позовет, конечно же, Сергея Петровича ради комментов, ради просмотров, на превью поставить себя с Петровичем в сауне, в бане, ну, или в бассейне, или еще где-нибудь. Да. Провожая детей, мама стала нацеловывать детей. И вот, знаете, всегда обращаю внимание на то, что Лёлька, кстати, очень часто срывается именно на Саше. Хотя вот 9-летняя Саша ей всегда и во всем старается помочь. Проводила Лёлька детей, ну, и со словами, знаете, ой, мол, говорит, мои любимые, типа, сладкие детки. Вот в этом вся Лёля. Нет бы детей с завтраком накормить, проявить, так скажем, свою материнскую любовь, заботу, да, накормить, накрыть на стол. Нет. Лёлька только на словах. Только играть на публику, играть на камеру. Жалуется. Далее, что вот потратила, говорит, уже на пристройку, говорит, аж целых 400 тысяч рублей. И это, говорит, без учета того, что еще, говорит, заработал отдельные деньги. Это, говорит, еще дороже, ну, и так далее, да, рассказывает о том, что строительные материалы нынче подорожали, да, подорожало абсолютно все, и не только строительные материалы. Лёль, ну, если тебе так сложно, не строй, да, в принципе, ты же вчера говорила о том, что не бывает безвыходных ситуаций. Ты вчера говорила, не будет Ютуба, ну, пожалуйста, заморожу стройку, да, еще какие-то моменты. Ну, вот не строй в таком случае, если тебе это бьет, как говорится, по карману. Но нет, понятное дело, Лёльке надо разжалобить народ, да. Далее Лёлька полезла в ванную, рядом стоит верный ее оруженосец Света, Света, который собирается мыть голову Лёльке, да. Причем делать это так, чтобы не намочить брови. В общем, Лёлька решила там раздеться, прикрылась полотенцем, из-под полотенца в ванной торчала только ее голова. Ну, и Лёлька сказала, говорит, я вообще, говорит, не боюсь, кстати, раздеваться на камеру. Лёль, ну, кто бы сомневался, ты у нас любитель засовывать в камеру всякие разные места, которые вообще принято, в принципе, прятать. Уселась в ванную, Света ей моет голову, Лёлька ржет, кайфует. Настя, вы бы видели выражение лица Настя, Настя смотрит на все это с ужасом, не понимает. Боже мой, маму моют, что такое творится. Ну, а Лёлька продолжает ржать. Лёль, да, тебе действительно мало помощников, тебе надо еще личного помощника-мойщика, кто будет себя мыть и, в общем, ну, все-все-все на свете делать. Далее, далее нам демонстрирует Лёля уже свою любимую старшую дочу, кормящую сестру, которая пытается хохмить уже на мамкином канале, на камеру, но вот что-то у нее это не очень получается, да, по крайней мере, на своем канале у нее точно ничего не получается. Лёлька ржет, смеется, ну, типа, они стебут хейтеров, ой, там говорили, ты вообще не моя дочь, Яков вообще не мой сын и так далее. Да ну, говорит, этих узколобых хейтеров, вечно они, мол, что-то придумывают, Лёль. Ну, а по сути, кто вы без хейтеров? Абсолютно никто, да. Ты то кричишь, что хейтеры продвигают канал, то ты кричишь о том, что они тебя достали, ты уже, в принципе, определись, да. Ну, и далее, далее опять рекламирует канал, вот, медалистки-кормящий и рассказывает, по какой такой причине, значит, Женечка опять вернулась в отчий дом, говорит. А что это такое, говорит, она там развлекается в Москве, мол, с двумя детьми, а я тут должна с кучей оставшихся детей, мол, сидеть одна, вкалывать, работать и так далее. Говорит, обращаясь к дочке, давай, мол, работай, Лёль. Так, блин, а чьи вообще это дети? Вот у меня вопрос. Кто рожал этих детей, да? Если это дети твои, и это было, как ты всегда говоришь, осознанное тобою материнство, то ты и должна их рожать, не только рожать, но и воспитывать, и заниматься ими. Причем здесь Женя. Вы знаете, вот реально ее даже как-то жалко все равно. Но дергает ее туда-сюда. Мы думали, что Женька благополучно свалит в Москву, будет там учиться. Нет, Лёлька не дает девчонке спокойно пожить своей жизнью, спокойно понаслаждаться своей молодостью и вообще просто свободой. Свободой вот от мамы, от этих вот вечных братьев и сестер, да, от младших и так далее. Я так понимаю, что так и будет мамка по очереди отдавать своих детей Жене туда к бабушке, дабы облегчить себе жизнь. Ну, а далее Лёлька сказала, что будет вместе со Светочкой готовить индюшку. Ну, я так думаю, что готовить-то будет, конечно же, Светочка, которая уже, в принципе, там начала заниматься делом, а Лёлька будет носиться по своему двору, по городам и весям. Благо, теперь дома есть и Света, и Женя, и Лёша, и, в общем, да, есть вот его всем, чем заняться. Каждый найдет себе занятие. Вы знаете, друзья мои, чего я поняла? В этой истории повезло только одному человеку, это Фёдору, да. Ему повезло больше всех, он живет в казарме, а иначе бы мамка ему в Питере в военно-космическую академию всучила бы с собой пару малышей, тоже, как и Женьке, чтобы Феде там жизнь медом не казалась. В общем, да, повезло, Фёдор, повезло, ничего тут не скажешь, друзья мои. Ну, а еще на закусочку то, что Лёлька сейчас в эфире со своей малышкой, с Вероникой, ей сегодня 4 месяца, поэтому я так предполагаю, что там, скорее всего, стоит донат, конечно же, ну, на подарок, я так думаю, ну, а какой-нибудь точно донат у нее обязательно выставлен, наверное, все-таки на 4 месяца Веронички поздравьте мою дочь, в принципе, ничего не меняется. Вот такой у меня получился обзор, так скажем, своего рода сборная солянка на канал Деревенский дневник очень многодетной мамы, канал Мать-Героиня, на канал Алексея Кухня, а также на Кормящую Сестру. Ну, что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну, и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока!